Когда русские вторгались в тюркские земли, в особенности на территорию Персии, они вели борьбу против проживавших на этой территории тюрков-азербайджанцев, вынуждая их к исходу. К тому же, привлекая на свою сторону проживавших в Персии армян, призывали их к совместной борьбе. Хотел бы напомнить вам, что до российских экспансий тюркское население было распространено повсеместно. Русские армяне, заодно уклоняясь от налогов, силой захватывали жилища. И в результате этого сегодня мы сталкиваемся с процессом миграции, именуемой исходом. Одним словом, жившие в Персии армяне, переселяясь в Бериван и ряд других регионов Южного Кавказа, вынудили тюрков-азербайджанцев подчиниться армянской гегемонии. После переселения армян из персидского государства на территорию Южного Кавказа, на территории сегодняшнего Азербайджана, в Нахичеване, в Карабахе, в Бериване, появились уже большинство армянское население. То есть с 1045 года на этой территории армяне практически не жили, они не существовали на этой территории. Русская Российская империя стремилась поселить их на исторических территориях Азербайджана и Грузии, селью создания нового армянского государства, армянской области. Действительно, это была бомба, которая взорвалась и взрывается постепенно на наших глазах сегодня, проблемы политические, которые сегодня являются. Армяне, переселенные сюда в конце 19 века, можно сказать, сформировались. И главная цель России заключалась в том, чтобы использовать этих армян против Турции. В канун русско-турецкой войны 1877-1878 года на протяжении турецкого приграничья была создана широкая христианская буферная зона. Россия, считавшая себя законной преемницей Византии, стала распространять свою экспансию на зону теплых морей. Для укрепления своей военной мощи строить здесь стратегические базы, железные дороги. Российская имперская политика уже утвердилась на Кавказе. Разрабатывался сценарий завладения морскими проливами. В Европе были известны эти намерения России. Осознавая большую рискованность этих предприятий, дабы не раздражать сопредельные государства, Россия вела с ними переговоры. В этот момент пригодились армяне, полвека тому назад переселенные на Кавказ. На территориях Турции, хоть и разрозненно, но в достаточном множестве проживали родственники армян, которые имели положение в российской армии и чиновничестве. Плюс враждебно настроенные малоазиатские греки, а также ангажированные Россией некоторые вожди курдских племен. Готовился план подрыва изнутри атаманской империи с использованием этих пособников. Европейские державы, осведомленные об этих планах, также стремились использовать существующие силы. Основные принципы такой политики прослеживаются и поныне. Рассматриваемый период в Турции занимались подрывной деятельностью комитеты и организации Ганчак, Дашнак-Тютюн, общество Рам-Габур, служившие интересам различных государств. Хотя организации имели различную направленность, они сходились в единой цели – создании армянского государства. А духовным оплотом, объединившим разношерстные силы, в том числе и действующие по принципу «цель оправдывает средства», являлась армянская церковь. В арсенал этих средств входили террор, насилие, подкупы, козни и прочие лиходейства, отнюдь не вяжущиеся с христианской моралью. В 1877 году с возобновлением русско-турецкого военного противостояния, армяне через Патрика Нарсеса изъявили российскому царю свои чаяния. А годом раньше тот же Патрик Нарсес в Стамбуле встречался с послом Англии сэром Элиотом. После этой встречи британский дипломат телеграфировал свое ведомство. Чтобы привлечь внимание европейских государств, армяне намерены учинить мятежи и столкновения. А Патрик Нарсес большой надеждой заявляет, если Великобритания пожелает, то Армения будет построена. В изысканиях, которые я проводила в Америке, в работах тамошних армянских писателей и ученых, я увидела, как осуществлялись армянами мятежи. В тех публикациях некто из гончаковцев и дашнаков говорит, мы поубиваем массу мирных турок, курдов, мусульман, разрушим их очаги, и пока они вознегодуют и окажут противодействие нам, мы возвестим Европе, что варвары, турки, мусульмане истребляют христиан, и тогда Европа услышит наш голос. С 1890 года по 1914 года, провоцируя и учиняя мятежи на территории Турции, армяне принесли в жертву своим амбициям десятки тысяч невинных людей. Черными страницами истории отмечены Арзурумское восстание, события в Самсуне, Кумкапе, Мерзифоне, Йозгате, Кайсери. Из приводимых строк армянского ашуга Бешик-Ташяна, воспевавшегося Зайтунское восстание, перед нами возникает картина творившихся зверских расправ. В тот день в Зайтуне земля и небо застонали, казарме Аскеры базапили, воистину бог за армян сказали, и возродилась вера армянская. Тьмы трупов турок молодых лежали, черкесы молвили «Аллах Аман», подвергли в слезы турок мусульман. Армянские бандиты, учиняя тайные убийства в различных регионах Турции, одновременно без зазрения совести распространяли ложь и измышления о мнимых притеснениях и угнетениях армян, проживающих в Турции. А европейские властители, стремившиеся расчлинить Турцию, как и в наши дни, используя подобные крокодиловые слезы, как козырь, оказывали давление на турецкое государство, добивались освобождения зачищников кровавых событий и содействовали их бегству в зарубежные пристанища. Один из таких преступных террористических актов был совершен 26 августа 1896 года в Стамбуле, в здании Османского банка. Следствием взорванных в здании бомб явились многочисленные жертвы, тела людей были разорваны в клочья. Было убито 900 мусульман, среди них были и армяне. Но английские и французские покровители выручили учинивших это злодеяние террористов, вывезли их на английской яхте в Марсель и таким образом уберегли их от заслуженного наказания со стороны Абдулгамида. Одним из известных армянских террористических актов было организованное армянскими комитетчиками покушение на султана Абдулгамида 21 апреля 1905 года, когда он выходил из мечети после пятничной молитвы. Сам Абдулгамид вспоминал, когда армянские комитетчики бросили в мою сторону бомбу, все перед мечетью объяло пламя, в воздух взлетели оторванные руки и ноги. Устремившись к экипажу, я велел тронуть коней и отправился во дворец в одиночку. Армянский историк Аванес Качазнуни писал, В свое время мы в Севасе создали гнездо боевиков. Мы взорвали Османский банк, организовали покушение на султана Абдулгамида с тем, чтобы привлечь к себе внимание великих держав. И чем все завершилось? Дашнаки повсеместно пропагандировали армянский национализм и туркофобию. Посланные из Кавказа российские армяне и армянские священнослужители подогревали события. Церкви и школы превратили в рассадники злобы и ненависти, в оружейные склады. Армян, чьи социальные права в Турции были полностью обеспечены, подстрекали тактические ходы государства. Вдобавок зачинщиков коварных игр, идеологических вдохновителей нового крестового похода, в особенности царской России. Вот в чем была трагедия этих обманутых людей. Продолжение следует...